Девушки отдыхают Виктор Сидов Первый и самый главный вопрос перед домашними матчами против Бориса Смогла ли наша команда оправиться от обиднейшего поражения в Астане? А болельщики тем временем предлагали свои рецепты по исправлению ситуации Сыграть свою игру, меньше удаляться, что нам показала игра в Борисе Два удаления, две шайбы Не будем удаляться, обыграем Борис Шайбы мы забрасываем, немножко в обороне подработать и будет все хорошо Действительно, ведь четыре гола вели, это говорит о чем? О том, что у нас есть команда-то Мне кажется, исправлять ничего не надо, потому что наша команда играет сильно И мы верим в нее И, конечно, мы болеем всегда за торпеда По первой половине матча сложилось впечатление, будто хоккеисты совершенно не осознают важности результата Драки, неправильные смены, неоправданные удаления Игровая дисциплина была не на высоте Неудивительно, что счет гостями был открыт в большинстве Причем удаление было за нарушение численного состава Ответ получился несколько курьезным Денис Баранцев без сопротивления соперника с двух метров промахнулся по воротам Но щелчок был такой силы, что шайба отскочила от стекла И, попав Хенрику Карлсону в спину, срикошетила в сетку А в воротах оказался? Ну, конечно Можно сказать, что так хотел И вновь неаккуратная смена автозаводцев привела к удалению Но на этот раз астанинцы не только не воспользовались шансом вновь выйти вперед Но и позволили нижегородцам организовать контратаку В которой Филипп Хольм великолепным броском в дальнюю девятку наказал соперника за несобранность Третий период Борис начал активнее, но своими шансами не воспользовался А затем некоторые хоккеисты-гостей и вовсе потеряли самообладание Зачем Максим Семенов нанес колющий удар Эндрю Кэллофу, оставив команду на пять минут в меньшинстве? Зачем за две с половиной минуты до конца основного времени Андрей Петерсон в зоне атаки сделал подножку? В итоге атакующий порыв астанинцев хоть и не погас окончательно Но игровой настрой был сбит И когда гостя ради финального штурма сменили вратаря на дополнительного нападающего Денис Баранцев поразил пустые ворота, установив окончательный счет в матче Самое главное было желание, настрой и работа И они это делали сегодня, и если это делают постоянно, то есть шансы, результаты Если нет, то шансов нет Белые начинают и проигрывают По такому правилу прошли первые три игры серии И когда в четвертом матче Барыс открыл счет, была надежда, что правило сработает вновь Но гости забили вторую шайбу, затем третью и надежда таяла Трудно объяснить, наверное, где-то проспали, можно сказать, потому что вышли вообще совсем не готовыми Слава богу, что потом по ходу игры собрались Как выяснилось, торпедовцы по обычаю этого сезона дали сопернику фору И стоило основному времени матча перевалить за экватор, троллей камбэков бросились в догонку Сначала Антон Волченков воспользовался умнейшей передачей Артема Алеева на пустые ворота А затем Михаил Ворнаков добил отскочившую от вратаря гостей шайбу В третьем периоде автозаводцы продолжили давление на соперника И настоящим холодным душем стала четвертая шайба астанинцев Времени до сирены оставалось предостаточно Торпедовцы смогли прийти в себя и нашли силы на финальный штурм На 58-й минуте Михаил Ворнаков дважды выводил на бросок Дамира Жафярова Второй из которых получился точным А еще через минуту Филипп Хольм зарядил от синей линии И Денис Паршин, подправив шайбу в полете, перевел игру в овертайм В дополнительное время на льду было как никогда горячо Но целых 35 минут ни одна из команд не могла зажечь свет за воротами противника В итоге фатальную ошибку допустили гости Играя в большинстве, астанинцы умудрились совершить два нарушения одновременно И наказанием за это стал финальный щелчок Владимира Галузина В пятом матче серии, проходившем в Астане, наконец-то счет открыли хозяева И вновь к середине матча нижегородцы уступали с разницей в три шайбы Но на этот раз вернуться в полной мере в игру не удалось В начале третьего периода Роберт Саболич сократил оставание в счете На том и закончили 3-1 в матче и 3-2 в серии в пользу Бориса Таким образом перед игрой 8 марта в Нижнем Новгороде Автозаводцы потеряли право на ошибку Ну а теперь мы переходим к футболу Эту фразу наша съемочная группа хотела сказать несколько месяцев В зимнем сезоне посади и вот футбол снова вернулся в Нижний Новгород Стадион Нижний Новгород ФКНН принимает в Сочи прямого конкурента по борьбе за повышение Рассказ о возвращении футбола в Нижний Новгород мы начнем на стадионе Локомотив Футболисты Нижнего Новгорода предлели из теплой Турции в холодный зимний Нижний Новгород Сегодня мы присутствуем на тренировке 28 февраля То есть зима как не только календарная, но еще и погодная Снег валит с самого утра Тем не менее футболистам это не мешает готовиться к матчам С командой к первой игре сезона готовились и новички Состав Нижнего пополнили Александр Салугин, ранее выступавший за Волгу и Нижний Новгород Денис Давыдов из московского Спартака Дмитрий Воробьев из Чешского градец Кралове и полузащитники из Луча Павел Голышев и Александр Носов Как только предложили этот вариант, без разумия согласился Договорились со Спартаком, всех все устроило и оказался здесь Хороший коллектив, хорошая команда Всех одна цель, задача, конечно, выйти в премьер-лигу Поэтому мы все вместе Встретили мы их хорошо В принципе, потому что ребята и компанейские поиграли И Салугин, и Голышев Про молодых ничего не могу сказать Время покажет Но уже на следующий день в пресс-центре стадиона «Локомотив» прошла традиционная встреча болельщиков и игроков Здесь представили новичков команды, вручили им футболки А затем болельщики пообщались с игроками Главный вопрос к тренерскому штабу и игрокам А ждать ли премьер-лиги в этом сезоне? Мы находимся вверху турнирной таблицы Как многие команды сейчас пишут Команды пишут, люди пишут, пресса Говорит о том, что это будет практически как дерби Двух команд, которые решают задачу выхода в премьер-лигу Поэтому для нас, наверное, одна из самых главных задач Не стушеваться, в первую очередь, перед соперником Ну и, наверное, второе и самое главное Показать хорошую, добротную, интересную Результативную игру для болельщиков Чтобы они на следующий матч у нас заполнен стадион был бы в два, в три, а может быть в четыре раза Мы для себя поставили задачу выхода в премьер-лигу Ну и, разумеется, у капитана команды Андрея Хребкова мы не могли не поинтересоваться по поводу новичков Давыда веселый, чемпион страны, так сказать И этим он гордится, как он про это говорит Салугин, опытный футболист, поигравший здесь тоже Паша Голышев, скромный парень, тоже поигравший Приносит свою лепту очень важную к нам Воробьев помоложе, парень, он больше втягивается, пока мы ему помогаем Но Носов, это аналог Симонова Два мультика таких они Они друг другу будут помогать, а мы им будем помогать Салугин еще обладатель кубковой ИХ Ну а теперь непосредственно к игре Вывеска противостояния между Нижним Новгородом и Сочи на заглядение Битва конкурентов в борьбе за премьер-лигу Центральный матч тура Однако игра вышла совершенно не такой, как было заявлено в афише Вязкая игра с первых минут Было видно, что команды еще только вкатываются в сезон Отдельно повлияла погода С самого утра на город обрушился снегопад Несмотря на погоду, газон подготовили отлично 90 минут болельщики следили за игрой Однако ни одного гола не увидели 0-0 и Нижний и Сочи остаются при своих местах в турнирной таблице В пятом и шестом соответственно Очень хотели порадовать сегодня своим результатом Но вот видите Использовать моменты нужно Всегда нужна концентрация Создавали в первом тайме Достаточно количество моментов У головорот соперника Но опять же не использовали их И во втором тайме Очень много ошибок совершали в развитии атаки Такая тяжелая игра была Как обычно первый матч после отпуска После сборов Такое напряженное Все боялись ошибиться Никто особо не рисковал Но все же у нас было преимущество Мы владели им в первом тайме Особенно надо было дожимать Что можешь сказать о погоде сегодня? Как игралось в такую погоду? Ну, мне лично холодно Работы мало было? Да, продрок Ну а следующим соперником Нижегородцев Станет Курский Авангард Эта команда сейчас испытывает финансовые проблемы Находясь на грани снятия с чемпионата Ну а теперь мы переходим к баскетболу БКНН выдалась по-настоящему насыщенная неделя Первый матч после перерыва на играх сборных На своем паркете в Коке Мещерском Принимали «Зенит» 5 марта соперником стала «Венеция» Игра уже прошла во дворце спорта Это был первый матч 1-8 лиги чемпионов В первом матче недели Соперником Нижнего стал «Питерский Зенит» Одна из сильнейших команд лиги Матч в этот день был один Поэтому все внимание баскетбольной России Было устремлено именно на паркет Мещерского Фока 13 января нижегородцы на выезде уступили «Питерцам» Со счетом 103-78 Разгромное поражение И отличная мотивация для реванша Начало матча у БКНН не задалось Гости набрали 9 безответных очков До конца четверти «Зенит» удерживал лидерство на этом уровне А к концу второй 10 минутки Команда из Санкт-Петербурга Увеличила его до 12 На большой перерыв команды ушли при счете 32-44 Несмотря на солидное отставание Болельщики все равно верили в камбэк Нижнего Новгорода И, как оказалось, не зря Под конец третьей четверти Нижегородцы сумели сравнять счет 57-57 Но все равно концовка осталась за «Питерцами» 57-62 Перед заключительной 10-минуткой Под занавес матча Черно-белые вновь сравнялись Но выйти вперед по ходу основного времени Так и не смогли 74-74 Овертайм Здесь уже сильнее оказались нижегородцы 85-83 Зрелищная победа Больше вклад по очкам в эту победу внесли Бабурин и Перри 22-18 соответственно Я поблагодарил своих ребят Молодцы за эту победу Сегодняшняя она очень тяжела Далась нам сегодня Начались мы игры плохо Я сам и сказал Да мы выглядим как не настроены пианино Вот так и была наша игра Она не была лучше второй половины Она была там только больше энергии Значит, больше энергии Ошибки были то же самое Из-за плохой тренировки Очень много промаха Штрафных бросков И Молодцы Они молодцы Просто поймите То, что произошло сегодня Это ненормально Кендрик Одна из главных звезд команды В этом матче Как сам сказал Продемонстрировал не самую свою лучшую игру Промазал несколько штрафных бросков Возможно, немного понервничать Заставили пристальные взгляды семьи Приехавшие к нему в гости После игры мама сказала Что мне нужно тренировать штрафные броски На самом деле Типичные родительские фразы Вроде хорошая игра Они знают, что я всегда выкладываюсь на 100% И поддерживают меня Всегда радует, когда можешь продемонстрировать родителям Свою игру и опыт, набранный по ходу карьеры Очень крутые ощущения Ведь без них меня бы здесь не было Ну а теперь мы переходим к матчу Лиги чемпионов между Нижним и Венецией БКНН первая российская команда Которой за несколько лет удалось пробиться в плей-офф этого турнира Перед игрой прошла пресс-конференция Исполнительного директора Лиги чемпионов Падрика Каминоса Я первый раз в Нижнем Понравилась историчность этого города Я увидел Кремль Сделал фотографию замерзшего озера Что не так привычно в той части мира, откуда я родом И там же днем пообщались с Сергеем Пановым Он рассказал, что у баскетбольного клуба Нижний Новгород Есть амбиции, есть проект новой арены И что баскетбол здесь развивается Важно применить все это Сложить с поддержкой правительства региона И превратить все это в рост нашей игры Ну а теперь к самой игре В начале матча Венеция сопротивлялась натиску Нижнего Однако уже к концу четверти хозяева показали Что гостеприимство не про них Пять очков преимущества перед второй 20 минуткой 23-18, дальше больше К большому перерыву преимущество выросло до 17 45-28 Неплохой результат для игры со второй командой в Италии На этом же уровне преимущество осталось и перед финальным отрезком Однако по ходу заключительной четверти Венеция сумела сократить его до 12 Агрессивное наставление от Зорана И черно-белые вновь сделали мощный рвок 95-72 Преимущество 23 очка перед ответной встречей Браво нижний В этой игре нас несколько раз подвела защита Особенно во второй половине Несмотря на то, что мы обсуждали эти моменты Несколько ошибок чуть было не выбили нас из ритма Ну а на этом у нас все И перед тем как попрощаться Расскажем о том, что ждет нижегородские команды В ближайшую неделю Торпеда продолжает борьбу в первом раунде Кубка Гагарина против Бориса Международный женский день Преданные хоккейные болельщицы проведут в Нагорном дворце спорта В случае победы автозаводцев В воскресенье 10 марта В Истании состоится решающий поединок команд А если и в нем торпеда окажется сильней То уже на следующей неделе в Екатеринбурге В полуфинале Востока Нижегородцы будут противостоять победителю конференции Автомобилисту Еще один подарок нижегородкам на 8 марта Постараются сделать баскетболисты Нижнего Новгорода В Мещерском Фоке они примут Красноярский Енисей В составе которого выступает еще недавно нижегородец Илья Попов А 12 марта ответная встреча 1-8 лиги чемпионов против Венеции Игра пройдет в Италии Футболисты Нижнего Новгорода продолжают вкатываться в возобновившийся сезон 10 марта выездная игра против Авангарда Команда из Курска в первой игре 2019 года уступила Балтике 9 и 10 марта волейболисты АСК, вышедшие на первое место в высшей лиге А Сыграют против автомобилистов из Санкт-Петербурга Эта команда занимает 10 строчку в турнирной таблице Волейболистки Спарта 9 марта проведут ответную встречу плей-офф против Липецка Первая завершилась сухой победой нижегородской команды 3-0 Ну теперь у нас точно все, прощаемся с вами до следующей недели Помните, что спорт это лучшее увлечение на планете Земля До скорой встречи!